Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира в студии Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Центры подготовки для трудовых мигрантов появятся в СНГ. Выставка-форум «Уникальная Россия» проходит в Москве. Новый взгляд на русскую литературу. Встреча с Виктором Ерофеевым. А теперь более подробно об этих и других новостях. Россия готовит новую образовательную программу для трудовых мигрантов. Центры для подготовки по русскому языку могут появиться в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Об инициативе рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Подготовиться к жизни и работе в России смогут жители Средней Азии. Специальные центры будут размещены в тех республиках, из которых иностранцы чаще всего приезжают для трудоустройства в Россию. По мнению главы Министерства иностранных дел, такие меры сейчас необходимы. В программу подготовки войдут изучение русского языка и законодательство страны. Максимально возможное делают для упорядоченной ситуации в этой сфере, в том числе путем договоренности. Мы на них сейчас настаиваем со странами, которые предоставляют основную массу трудовых мигрантов. Договариваемся с ними о том, чтобы в этих странах организовывались центры организованной подготовки трудовых мигрантов, для того, чтобы убедиться в нормальном знании, в приемлемом знании русского языка и, не менее важно, в знании и понимании законов и традиций Российской Федерации. В Россию на заработки в основном приезжают жители бывших советских республик. На это влияют экономические и социокультурные связи. Сейчас лидерами таких государств являются Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Большая выставка декоративно-прикладного искусства, живописи и художественных промыслов проходит в гостином дворе Москвы. На экспозицию форум «Уникальная Россия» приехали более тысячи мастеров со всей страны. Год культурного наследия России открывает масштабная выставка форум народного промысла, традиций и культуры. Экспозиция в гостином дворе представляет более 20 тематических арт-проектов. Территория русской моды, лаковая миниатюра, золотые руки России, антиквариат и другие. Большая программа форума предлагает гостям также принять участие в мастер-классах, интерактивных инсталляциях и деловых встречах. Огромное количество продукции, которые мы привезли к вам сегодня. Это сувенирная продукция от нашего художественного цеха. Это огромное количество прекрасных шкатулок, ручной работы. Естественно, нам привезли еще дополнительную какую-то продукцию. Это мед, крема. Все это абсолютно из Башкирии, все абсолютно натурально, проверено нашим предприятием. Тут у нас огромный выбор батика, платков ручной работы, ковров ручной работы. Все, чем славится в принципе республика Башкортостан. Представить богатое культурное наследие страны приехали более тысячи художников, мастеров и современных дизайнеров. Так в сотрудничестве со знаменитым историком моды Александром Васильевым был создан центральный раздел выставки «Традиции и инновации». Свои знаменитые на весь мир изделия представляют также крупные художественные предприятия – «Хохломак», «Жель», «Жостовская роспись» и другие. Мы привезли на эту выставку не только изделия традиционные, которые выпускают наши предприятия, но еще привезли изделия, так называемая интерьерная роспись, да, вот можете обратить внимание, это новое направление. Все изделия у нас не только уникальные, но они еще и функциональные, можно использовать в быту. Выставка «Уникальная Россия» проходит в Москве уже во второй раз. Традиционно некоторые разделы экспозиции посвящены историческим событиям. В этом году документальный проект представляет Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства. Он посвящен 1160-летию со дня зарождения российской государственности. Гости экспозиции смогут увидеть бронзовые бюсты всех русских князей, царей и императоров. Посетить выставку-форум «Уникальная Россия» можно до 13 февраля в выставочном центре «Гостиный двор». В Сергиевом Посаде прошел творческий вечер памяти выдающегося философа и богослова Павла Флоренского. В 20 веке он стал одним из самых значимых мыслителей в России, а современники называли его русским Леонардо да Винчи. Вся жизнь священника Павла Флоренского прошла в Сергиевом Посаде. Здесь он учился и работал в Московской духовной академии, а позже отдал свою жизнь богослужению. Еще в студенческие годы Павел стал особенно интересоваться философией и другими науками. Своей главной задачей он ставил очищение человеческого знания от ложной философии и предлагал свою систему цельного мировоззрения, которая включала в себя христианское богословие, философию, науку и искусство. Творческое наследие священника Павла Флоренского велико и разнообразно. Он был религиозным философом и богословом, ученым-испытателем, инженером-изобретателем, математиком и теоретиком искусства. Обладая многими дарованиями, отец Павел неизменно стремился к познанию истины. Ей он служил и за нее отдал жизнь. Уже после революции, в годы гонения за веру, отец Павел не отошел от своего дела и встал на защиту церкви и духовного достояния России. В 1918 году он вошел в комиссию по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. Именно благодаря его работе удалось сохранить исторический облик монастыря и мощи его основателя, преподобного Сергия Радонежского. Он убедил, если так можно сказать, светские власти в свое время обратить внимание, спасти Троицу Сергиеву Лавру, создать тот музейный комплекс, который мы сегодня знаем. В советское время Павел Флоренский вел научную работу во Всесоюзном электротехническом институте. Здесь он возглавил крупные технические разработки. Несмотря на большие заслуги перед Отечеством, в 1930-х годах он и тысячи других священнослужителей были подвергнуты репрессиям. Сейчас память об отце Павле все так же хранит подмосковный город Сергиев Посад. В 2019 году здесь, на месте историка мемориального комплекса, был установлен памятник знаменитому русскому ученому и мыслителю. О личности Петра I расскажет новая постановка в Театре Модерн. Кем был загадочный правитель для своего народа? Что он оставил современным потомкам? Раскроет все неизведанные грани первый спектакль из масштабной трилогии «Антихрист и Христос». В основе этой постановки знаменитая трилогия Дмитрия Мережковского «Христос и Антихрист» и роман Алексея Толстого «Петр I». Исторический контекст и художественное видение здесь работают вместе и максимально раскрывают черты главного героя. Задача зрителей – оценить, кем же в действительности был противоречивый правитель России. Также осталось тоже предательство, алчность. То есть все грехи, которые были, они остались в современном обществе. Сегодня, я считаю, что стало еще больше, так сказать, градусов вот этих непонятных отношений, то есть перехода оттуда туда, смотрите, что происходит в политическом мире, в социальном, да, в масс-медиа и так далее. Поэтому это звучит очень актуально. Мы узнаем себя. Мы те же русские. Петр хотел из меня сделать голландца. Не получилось. Центральная тема постановки – обращение к истории России особенностям национального характера и идентичности народа. Воссозданные костюмы и декорации Петровской эпохи по-настоящему погружают зрителей в Российскую империю того времени. За основу мы взяли Мережковского, хотя у Мережковского «Христос» и «Антихрист». Я поменял местами, потому что считаю, что абсолютно это русская история, движение от смрада, от темного, вертикаль, вверх к свету. То есть от Антихриста к Христу. Вот Петр I уже идет, успешен, и мы потихоньку приступаем к второму спектаклю Леонардо да Винчи. Спектакль Петр открывает масштабную трилогию в театре «Модерн», в которую войдут также истории о Леонардо да Винчи и Иуде. При работе над каждой из премьер используются архивные и исторические документы. Цель каждого театрального действия – показать противоположные стороны знаменитых исторических героев, найти добро и зло. От Ломоносова до Пелевина в «Московском доме книги» прошла встреча с писателем Виктором Ерофеевым. Автор представил свой уникальный проект – «Заговор классиков». Он посвящен феномену русского литературного ренессанса. Подробнее в следующем сюжете. Писатель Виктор Ерофеев создает свою периодическую систему для отечественной литературы. В нее включены истории и судьбы знаменитых поэтов и авторов, начиная с середины XVIII века. Как их произведения повлияли на развитие мирового искусства и открыли Россию для зарубежья. Об этом в исследованиях рассказывает автор. Русская литература на самом деле совершенно иное явление, чем мы ее представляем. Мы ее представляем, соответственно, смешивая ее прежде всего с нашим ощущением критики ее. Когда я решил каждого писателя очистить от того, что о нем говорили. По-французски это называется «parlumé», то есть, чтобы писатель заговорил сам, дать ему слово, то есть, через его заметки, через его произведения. Проект Виктора Ерофеева представляет уникальное явление – русский литературный ренессанс. Именно он определил систему ценностей для нашей культуры. И лишь погружаясь в мир классиков, можно найти их главные открытия и поиски. Я увидел, что мы совершенно себя не любим, потому что наша литература, она в сто раз богаче, гораздо более интересная и гораздо более значительная. И идея сама заговора классиков – это не потому, что они что-то там сговорились, а наоборот, это значит, что каждый больше всего мечтал о преображении человеческой природы. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания!